Приветствую! В данном видео мы разберем, как можно перейти на новую систему ввода в Unity 2021. Мы сделаем следующее. Мы перейдем и перенесем наш проект, который мы сейчас сделали, на новый функционал, на новую систему ввода, которая называется Action Based. В прошлый раз мы сделали следующее. У нас у контроллера был следующий XR контроллер, который зависит от девайса. Девайс-бейс, старая система. И прежде чем мы начнем, хочу вам порекомендовать сайт kiberkealostudios.com. Это наш портал, на котором вы можете найти наше занятие, которое сейчас записывается, также материалы к нему и сам проект. Переходите по ссылке в описании и обучайтесь с удовольствием. Итак, давайте продолжим. Что мы будем делать? Во-первых, мы удалим наш девайс-бейс контроллер, remove component, из right-hand контроллера, а также из left-hand контроллера. Я здесь проделаю то же самое, remove component, потому что я уже тут начинал что-то делать. В общем, у вас теперь есть тупо руки без каких-либо контроллеров. Для того, чтобы добавить наш контроллер, сделаем следующее. Возьмем для начала для левой руки и проделаем следующее действие. Нам нужно на обе руки повесить XR контроллер, который action-based. Вешаем на левый, left-hand контроллер и на right-hand контроллер, action-based. И тут Unity нам подсказывает, что необходимо задать кучу action-based, которые мы не хотим, конечно же, делать самостоятельно. Поэтому заходим в Windows Package Manager и в XR Interaction Toolkit устанавливаем sample, starter assets. Если они у вас не установлены, нажимаем import и появляется папочка в нашем, в ассетах, samples, XR Interaction Toolkit, starter assets. И вот здесь вот есть все input action-ы. Теперь нам необходимо эти input action-ы привязать к нашему новому контроллеру, чтобы их использовать. Идем в левую руку и вот здесь есть маленькая кнопочка настройки. Нам здесь нужно выбрать, так как это у нас left-hand, то нужно XRI default left-hand. Вот он здесь не очень хорошо отображается, но сделаем вот так. Left-hand контроллер. И все, у нас маппинги готовы. Что это значит? Что все action-ы у нас привязаны. Все action-ы готовы по умолчанию. Это прекрасно. То же самое нужно сделать для right-hand. Все, практически готово. И теперь нам нужно сказать Unity, какие мы action-ы используем и как мы их используем. Идем в XR rig и добавляем новый компонент, который называется input action-manager. И нам сюда нужно взять и переместить default input action. Вот этот. Здесь у нас прописаны маппинги и экшены. Мы уже о них говорили. Здесь все, значит, наши, например, возьмем right-hand interaction. Можно действия select, activate, а также их значения. То есть, что у нас происходит при выборе, при активации и какие значения наш контроллер передает. Это все маппируется как бы. То есть, сопоставляется со значениями внутри Unity. Соответственно, что мы делаем? Мы идем в XR rig и перетаскиваем вот здесь action assets, перетаскиваем input actions. И что у нас должно произойти? А, добавляем плюсик, да? И перетаскиваем input actions вот сюда. И теперь, как только мы будем нажимать play, у нас все должно работать. То есть, у нас все, в принципе, не изменилось, кроме способа ввода. Возьмем наш шлем. И проверим. Что у нас поменялось? Да, мы можем управлять рукой. Все так же мы можем двигать. Но система поменялась. То есть, с device based, то action based мы его обновили. То есть, система ввода у нас изменилась. Таким вот простым образом мы перешли на новую версию. И я считаю, что это успех. Визуальная часть у нас, в принципе, готова в этом плане. То есть, руки готовы. У нас есть система анимации и новая система ввода. Таким образом мы перешли на action based. Такими нехитрыми действиями. И давайте далее посмотрим, как можно сделать систему анимации рук в новой версии. То есть, что у нас поменяется? Да, в принципе, ничего, если так подумать. Мы в прошлый раз рассматривали, как можно анимировать наши руки на одном из видео. Мы шли в window animation animator. И у нас есть панель такая, да? И помните, что у нас был скрипт, который мы сами писали для анимации. Я его подготовил в прошлый раз. И мы его использовали. Теперь давайте разберем, как он работает. Возьмем нашу модель. Для начала нам необходимо импортировать наши руки. Я подготовил анимацию рук. Мы ее в прошлый раз уже импортировали. И у нас в Oculus Hands, Prefabs, есть модели. Left Hand, Right Hand Model. И нам нужно, если бы с нуля мы это все делали, мы вот так бы сделали. Left Hand Controller сюда переместили левую руку и Right Hand, правую руку. И давайте посмотрим. Во-первых, я выложил, да, новую версию рук. Сейчас я вам покажу. Вам необходимо будет скачать Oculus Hands Game Dev in Unity и перенести сюда вот в проект. Здесь у нас новые анимации, animation контроллеры и модельки Prefab и рук. Импортируйте, нажимайте, импорт и все готово. У вас в проекте появляется обновленная версия рук, Oculus Hands. И вот мы из них достали руки. И посмотрим, что здесь происходит. У нас здесь есть некоторый аниматор. И чтобы посмотреть этот аниматор, нужно зайти в Animation Animator, как я уже говорил. Вот мы открыли его. И два раза нажмем на Blend 3. И давайте посмотрим еще раз, как работает наша анимация. Во-первых, в Blend 3, да, давайте мы сначала сделаем модельку. Мы немножечко поменяем материалы. Так, создадим новый материал, который будет называться Hand Material. И нам нужно нашу модельку обновить этим материалом. Значит, идем в Oculus Hands. Ну, это у меня бак такой здесь. Такая моделька. Нам нужно закрепить, взять материальчик и переместить. Сейчас покажу, как это делается. Переместить вот сюда материал на руку. И затем берем нашу другую руку. Пам-пам, прифампс, right hand model. Здесь берем материал, hand material, перетаскиваем. Вот, то есть у нас таким образом можно покрасить руки, да, и любую другую вещь. Мы еще раз повторяем то, что мы делали. И давайте пойдем в аниматор, в Blend 3, посмотрим, что происходит. Нажимаем Blend 3. Если мы меняем грипп, то мы сжимаем руку. Триггер. Мы делаем такое движение. Мы подробно в предыдущих видео рассказывали, как можно сделать скрипт. И давайте теперь расскажем, как обновлять эти два значения. Нажимаем сцена. И идем в руки. Смотрим, у нас появились новые рендеры. То есть материалы. Можно поменять цвет рук в рейдере, например, на какой-нибудь синенький. Или какой-нибудь красненький. Или оранжевый, например, да. Если у вас здесь вот, как у меня было изначально, розовое что-то, да, то вы используете другой рендерер, шейдер. Но мы будем использовать... И вот, соответственно, здесь нужно шейдер поменять на стандартный. Руки наши, в принципе, готовы, да. Мы еще одни руки сделали. У нас есть такая вещь. Новые руки, обновленные. И давайте посмотрим, как для новых рук анимацию вот эту задать. Для этого нам нужен кастомный компонент. То есть мы сейчас обновляем наш проект до новой версии, новые анимации, новые все штуки делаем. Я показываю как бы с нуля еще раз, но на новой версии. Но на старом проекте. Итак, идем в right-hand, модул наш. Здесь нужно правую кнопку мыши нажать. Нет, вернее, не правую кнопку мыши нажать. А нажать add component. И добавим новый компонент, кастомный. И называем его каким-нибудь интересным названием. Animate Hand, например. Animate Hand On Input. И теперь у нас есть кастомный компонент на правой руке. Два раза нажимаем. И после некоторого времени Visual Studio у нас открывается. И здесь мы можем сделать кастомный компонент. Как мы поступим? Давайте сделаем для нашей новой руки, которую мы сделали на новой версии движка, допустим. Пишем следующее. Для начала нужно использовать библиотеку Input System. Using Unity Engine Input System. И сделаем публичное свойство. Public Input Action Property. Pinch Animation Action. И теперь, как только мы пометили публичное, то мы можем в Unity Editor теперь ее использовать. Сохраняем Ctrl-S script. Итак, возвращаемся в Unity. Ctrl-S. Сохраняем, компилируем. И теперь у нас есть переменные. Теперь, если вы видите, у нас есть два способа задать одные значения. Можно создать Action с нуля, нажав параметр. Сказать это value или button. И задать binding. Какое у нас входящее значение откуда. То есть, нужно выбрать binding, да, зайти в path. XR controller. Там выбрать, какой у нас контроллер. В данном случае это right hand. И задать optional controls. Какая у нас кнопочка отвечает за анимацию. Но это, конечно, было бы здорово с нуля делать. Но мы так не будем. У нас уже есть стартовые ассеты. И чтобы наш проект был более организован, можем сделать пресет. То есть, использовать готовые экшен. Для этого нужно нажать use reference. Если вы помните, что мы уже импортировали в наш проект XR Interaction Toolkit. Идем в starter assets. То есть, assets, samples, XR Interaction Toolkit, версия starter assets. И все экшены есть XRi Default Input Actions. Здесь все экшены наши прописаны. И смотрим, что у нас есть. У нас есть список маппингов. То есть, связи. Но они ничего не делают пока что. Но это хороший способ организовать наши все экшены. Возьмем, например, XRi Right Hand Interaction. У нас есть список всех экшенов, которые уже для нас сделаны. Нажимаем activate и видим, что у нас есть следующее. Экшен слушает кнопку. Если кнопка нажата или нет, то activate value слушается как значение с оси. То есть, мы можем получить наше значение того, как и насколько наша кнопка была нажата. Если мы хотим прилинковать нашу кнопку к экшену, нажимаем кнопочку, разворачиваем и видим, что у нас есть следующее действие. Trigger pressed. У этого контроллера много информации. Но, я уверяю, это все упростится со временем. Для нашего щипка у нас есть компонент значения activate value. Мы хотим получить это значение. Я уверен, что вот это значение, которое слушается при нажатии на триггер, является хорошим сопоставлением с щипком. Закрываем. Нажимаем right hand model. Use reference. Нажат. Здесь вот нажимаем, разворачиваем все экшены, дефолтные. И нам нужен right hand activate value. Вот это. И теперь давайте посмотрим, как можно использовать вот этот interaction в нашем скрипте. А, кстати, еще такой момент. Смотрите, если вы собираете проект, возможно, вы хотите собирать под разные шлемы, да. И имеет смысл здесь в Project Settings на самом деле выбрать в XR Plugin Management Provider OpenXR. Почему? Потому что множество шлемов поддерживают OpenXR, и это является как бы основным таким инструментом. на любом шлеме будет работать данная штука. Вот мы сейчас увидим, что у меня, конечно же, почему-то не работает сейчас, все отвалилось. Но когда вы создаете новый проект, лучше, конечно, использовать OpenXR. Мне необходимо пересобрать все будет, чтобы это заработало. Поэтому я использую в данный момент Oculus. Но вы можете переключиться, если у вас другой шлем. Вот, теперь у нас в чем-то фишка. У нас руки старые анимируются, новые не анимируются. Да, как мы сейчас поступим. Мы идем в наш скрипт и узнаем, когда у нас игрок вообще вызывает экшен какой-то. Для этого нужно использовать функцию Update. Update в каждый кадр обновляется. Поэтому нам нужно вызвать pinch animation action, action readValue. И тип нашего экшена. Если помните, что у нас есть value access, который отвечает за то, насколько мы нажимаем на наш триггер. Поэтому в данном случае есть float. Да. Но в данном случае мы кнопку можем использовать, bull. Но если мы помним, что у нас триггер, он у нас как бы все-таки может передавать значение типа float, как мы уже говорили с вами. Поэтому нам нужно сюда передать тип float. Теперь мы знаем код с нашего триггера. Теперь давайте сохраним в локальную переменную данное значение. TriggerValue. В TriggerValue мы сохраним сюда значение с нашего контроллера. И теперь давайте в консоли отобразим это значение. Debug. Lock. TriggerValue. Сохраняем. И теперь если мы нажмем на play, Windows, нам нужно пойти в General Console, отобразить консольку, нажать play. И консоль здесь не отображается, потому что у нас play maximize стоит. Значит игра у нас будет play focused. Теперь мы посмотрим, что у нас отображается в консоли при нажатии на правую Trigger. И видим, что в каждый момент времени у нас считываются значения с триггера. Вот они. То есть я нажал, это практически единица. Отпустил, это практически 0. Прекрасно. Все значения в каждый момент времени у нас в lock переводится. То есть отображаются в консоли. То есть мы получили корректно значение с нашего триггера. И это такой вот хороший способ отладки, да, через консоль, как говорится. Но мы почти закончили нашу руку. И последнее, что нужно сделать, это использовать значения с триггера для того, чтобы изменять анимацию. Давайте вернемся в скрипт. Сделаем новый animator, public, animator, end, animator. Анимator, да. И теперь нам необходимо задать значение. Animator, set, load, trigger, trigger, value. И это будет этот щипок. Мы это уже проделывали в прошлый раз. Но я еще раз повторяю, как это делается. Теперь нам нужно здесь вот hand animator задать. Как мы и сделаем. Нам необходимо в данном случае переместить наш аниматор сюда же. Вот. То есть аниматор правой руки в hand animator. И теперь если мы нажмем play, все у нас должно работать для правой руки. То есть возьмем контроллер и попробуем сделать анимацию. и видим, что щипок работает и для старой руки, и для новой. В принципе, они накладываются. Теперь мы можем удалить старую руку, которую мы сделали в прошлый раз. Мы можем ее спрятать. Right hand presents, если вы помните. И оставить right hand model. И у нас наша рука теперь анимирована. То есть мы сделали новую систему ввода и анимировали правую руку. Согласно тому, что у нас есть. Action based. Прекрасно. То есть таким образом мы обновили наш проект до новой системы ввода. Давайте теперь для левой руки то же самое сделаем. Нам нужно сделать следующую вещь. Нам нужно сделать, во-первых, анимацию сжатия в кулак. Это grip animation. Делаем такой же property и называем его другим образом. Grip animation action. Значение получить. Необходимо теперь для гриппа. Тоже float будет. Grip value. Это будет grip animation action. Action. Grip value. То же самое float будет. И теперь hand animator. set float. И зададим значение для гриппа. Grip. нашего grip value. И таким образом мы сделали грипп. Теперь нужно вернуться в юнити. И затем нам нужно задать наш, значит, action для гриппа. То есть у нас появился input action новый грипп animation action. Нажимаем use reference. Идем обратно в xri. И нам нужно для гриппа interaction сделать. Нам нужен right hand xri xri right hand interaction и нам нужно сделать перенести action, который называется interaction select value. Так, давайте найдем right hand select value. Вот сюда. Сохраняем. И давайте сделаем playtest. Нажимаем play. И теперь у нас есть для новой руки два действия. И мы их связали. Прекрасно. Теперь мы можем хватать, как бы, да? И нажимать в кулак. То есть сделать щипок и сжимать. Отлично. Несколько секунд мы анимировали нашу руку. Прекрасно. Поздравляю, что вы дошли до этого момента. теперь нам нужно чуть-чуть доделать для другой руки все, что мы проделали для правой руки. Можно сделать самостоятельно. И вы можете, в принципе, остановить видео и проделать данные шаги в качестве практики. Но я расскажу вам, как быстро сделать все это. Нажимаем нашу модель left hand модуль. Нам необходимо добавить компонент animate hand input и use reference нажимаем для обоих экшенов. И теперь для пинч экшена левой руки нам необходимо x-ray left hand interaction activate value сделать и для grip animation left hand select value вот и все. То есть мы считываем значение с кнопок. И теперь последнее, что нам нужно сделать это перенести компонент аниматора с самой же левой руки. Теперь можно presence отключить нажимаем play и пробуем что получилось. У нас теперь должно отображаться две руки и анимироваться. Таким образом мы сделали отличные руки в новой системе. И давайте улучшим систему телепортации. Я расскажу вам как теперь в новой версии сделать телепортацию лучше.